Ключи день Андрея Мысева начинается с обхода участка. Он не маленький, только зарегистрированных 6,5 тысяч человек. В полиции Андрей работает уже 5 лет. Пришел, когда расформировали военную часть, в которой служил после окончания авиационного университета. Рассказывать без погон не смог. Это был единственный вариант, поскольку на тот момент не было юридического образования. Ему предложили должность участкового. Он так и остался на этом участке. Работу любит, с людьми всегда находит общий язык. Как у вас эта обстановка на районе? Ничего. Нормально? Давай. Тут недавно бабушка к нам обращалась с заявлением. Вот якобы в квартиру к ней воры залезли. Да? Да. Никого подозрительных не видели? Не видел. Потому что вот вы с раннего утра? Не, не видел. Давно не видел. Одна из проблемных квартир в старый пятиэтажский хозяин злоупотребляет, а потому можно встретить здесь самых разных гостей. А что ты опять пешешь? Нет. Как же есть? Профилактической беседы хватает, но ненадолго. Еще один постоянный адрес в соседнем доме. Анна старшая по дому. Полицейским часто приходится обращаться, когда жильцы жалуются на беспокойных соседей. Если есть какие-то проблемы с очень активными нашими соседями, подойдет, с ними поговорит, объяснит. Ну, скажем так, доброй души человек. Как участковый замечательный. Ну, скажем так, звание он достоин, потому что работу он проводит очень много. Мы очень часто его видим. Постоянно он в работе, постоянно в делах. Но никогда не пройдет, чтобы не поздоровался. Все бабушки его любят у нас, уважают. Участие в конкурсе на звании народного участкового стало для Андрея Мысева неожиданностью. Его выбрали жители Рязанской области, а по статистике почти полмиллиона граждан отдали свои голоса за лучшего участкового в каждом регионе России. Именно от меня в этом конкурсе ничто не требуется. Тут уже просто за меня должны голосовать граждане, которые посчитают, что я достойный. То есть я непосредственно участковую роль в этом – это зарекомендовать себя. То есть не в настоящее время, а ранее. Проголосовать за народного участкового из Рязани можно до 10 числа. А итоги всероссийского конкурса подведут накануне профессионального праздника участковых уполномоченных, который отмечается 17 ноября. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».